Если у вас все еще нет праздничного настроения, будем это исправлять. Да, способы еще остались. Есть еще один несложный вариант привнести ароматы праздника в дом. Приготовить клинтвейн. И да, я знаю, что большая часть моих зрителей это дети. Поэтому мы с вами будем готовить безалкогольный вариант этого напитка, который ничуть не хуже традиционного. Ну а взрослые, я думаю, знают, что чем нужно заменить. Для приготовления этого зимнего напитка нам с вами понадобится виноградный сок. Желательно сок красного винограда, чтобы совсем похоже было. В рецепте сказано брать эмалированную кастрюлю, но у меня и в обычной все прекрасно получилось. 4 стакана сока. Полстакана воды. Дальше берем цитрусовые. Нужно от цедры 1 лимона. И цедр половинки апельсина. Он же все-таки большой. Затем берем яблоко и режем его на дольки. Не очень толстые и не слишком тонкие. После надо добавить пряности в наше зелье. 2 палочки корицы. Пол чайной ложки молотого имбиря. Мускатный орех на кончике ножа. Ну, в моем случае, на кончике ложки. 5-6 бутонов гвоздики. Душистый перчик. 2 зернышка кардамона. Вообще, чтобы не собирать все эти приправы по отдельности, можно купить готовые смеси для клинтвейна. Я нашла вот такую в магазине. Бывает еще молотая смесь специй. По желанию, можно добавить сахар. Все это перемешиваем и ставим на огонь. Тут я забыла еще один секретный ингредиент. Мандаринка. Ее нужно очень хорошо помыть, так как мы ее бросаем в клинтвейн вместе со шкуркой. Доводим до кипения и снимаем с огня. Варить это не надо. Оставляем настаиваться при закрытой крышке и уже через полчаса можно пробовать напиток. Его лучше процедить через сито. Обязательно попробуйте яблоки на вкус. Конечно, в древние времена я стекла не пили, но это самое атмосферное из посуды, что я смогла найти. Получается, ну, очень вкусно. Так что я советую вам попробовать. Вот так вас люблю. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok